здравствуйте меня зовут Петренко Анатолий Владимирович давайте продолжим наш интернет проект изучаем ПЛК контроллер электронику электротехнику сегодня попробуем подключить датчик движения это у нас датчик Astra 621 датчик движения не новый купил его на рынке железяк подключим его к модулю ввода-вывода компании OVEN MK110-220-4DN4R это у нас модуль на 4 дискретных входа и на 4 релейных выхода также компания OVEN есть например модуль ввода на 16 дискретных входов также есть модуль ввода на 32 дискретных входа есть модуль вывода на 32 дискретных выхода и 32 и на 16 дискретных выходов на основе данного оборудования думаю можно построить большие и очень большие системы пожароохранной сигнализации также системы контроля доступа давайте посмотрим схему подключения датчика здесь мы видим общий контакт сюда я подаю 0 от источника питания 12 вольт видим плюс 12 вольт контакт сюда я подаю плюс от источника питания реле и к это выход выходной реле инфракрасного канала и реле АК это выходной реле акустического канала здесь вот у нас имеются перемычки вот эта самая верхняя перемычка у нас когда контакт замкнута активирует светодиод то есть при срабатывании датчика мы видим индикацию вот здесь вот под крышкой загорится красный светодиод если мы перемычку снимем то у нас не будет индикации того что датчик сработал следующая перемычка тест ее я пока не пользуюсь за ней идет перемычка АК акустический канал то есть чувствительность если вот контакт замкнут то акустический канал настроен на максимальную чувствительность если контакт не замкнут то акустический канал настроен на стандартную чувствительность за ней идет у нас перемычка инфракрасный канал то есть если контакт замкнут то инфракрасный канал на максимальной чувствительности, если не замкнут, то на нормальной чувствительности. И дальше у нас перемычка памяти. Перемычка памяти я пока не пользуюсь. Акустический канал я поставил на максимальную чувствительность, инфракрасный канал на стандартную чувствительность. Для того, чтобы акустический канал сработал, должен быть очень высокий уровень звука. Например, звук разбившейся витрины. Здесь рассмотрим уже подключенный датчик. сюда вот я подал ноль от источника питания следующий провод плюс 12 от источника питания 12 вольтового следующий вот этот провод это у нас ноль от внутреннего источника питания питания модуля ввода вывода этот вот этот вот провод pv0 вот у нас снизу я поставил перемычку то есть я сейчас сигнал принимаю по минусовому проводу здесь 24 вольта перемычкой на общие контакты бросил на вход di1 у нас я подал сигнал с интракрасного канала на вход di2a у меня подан сигнал с акустического канала здесь вот мы подаем питание 220 вольт на модуль ввода вывода и так это у нас 0 это следующий плюсовой от источника питания 12 вольт это у нас нулевой провод от источника питания внутреннего модуля ввода вывода дальше я перемычкой бросаю его с инфракрасного канала на акустический канал это у нас выход вот этот провод с инфракрасного канала вот за ним крайний провод это выход с акустического канала вот здесь у нас твердотельные реле спокойно выдерживают напряжение в 24 вольта от внутреннего источника питания тестировал в течение недели ничего не греется ничего не сгорает ничего не выходит из строя мы давайте попробуем одеть крышку на датчик движения крышка одета вот у нас датчик движения я планирую использовать в системе в качестве основного контроллера сенсорный сенсорный панельный контроллер компании оин это spk 107 m01 обновленная версия в следующих видео я уже настрою подключения и расскажу об этом в данном видео давайте попробуем подать питание на датчик движения и модуль ввода вывода здесь я планирую на входы подключить датчики движения так и подключите датчики дымовые извещатели датчики задымления вот мы видим что датчик у нас движение моргает он это свидетельствует о том что через минуту вот он после подачи питания он минуту будет и так моргать через минуту встанет в режим охраны то есть у нас случае размыкания контакта мы видим что произошло проникновение то есть датчик движения срабатывает вот у нас видим контакты замкнулись на первый второй вход модуля ввода пришел сигнал при срабатывании будет размыкание твердотельных реле и мы видим что сигнал отсутствует то есть вот например произошло движение мы видим что инфракрасный канал сработал и у нас с первого входа снялся снялось напряжение вот у нас движение работает довольно хорошо единственно что по акустическому каналу до должен быть довольно сильный звук для того чтобы канал сработал наверное там там будет звук разбитой витрины любой звук разбитого окна вот еще раз немножко по подключению вот здесь вот у нас сейчас сниму питание видим что общие вот он я сделал 24 вольта конечно можно делать управление и по плюс 24 вольта внутренняя твердотельное реле датчика поддерживают такую возможность и вот 24 вольта от внутреннего источника бросил шлейфом а вот уже сюда на входы di a1 и di 2 подключил выходы датчика движения потом еще буду дополнительно рассказывать как подключить датчики движения вот к этому модулю ввода также расскажу как подключить сигнализаторы ну то есть какой-то допустим звуковой извещатель подключим к модулю ввода вывода все это будет управляться с помощью сенсорного панельного контроллера spk 107 m01 ну а пока наше небольшое видео завершаю спасибо